Во всех регионах Российской Федерации и десятках стран мира провели историческую акцию «Диктант Победы». Свои знания истории Великой Отечественной войны проверили и жители городского округа Люберцы. Насколько сложные были задания, узнал Богдан Колесников. Это шанс еще раз сблизиться с нашими историческими фактами, фактами времен Великой Отечественной войны. Это наша история, это событие, которое для нас очень дорого. И все, что связано с Великой Отечественной войной, для нас, для каждого русского человека, это, конечно, глубоко сидит в наших генах, в нашем сердце. Чтобы проверить знания важных дат, событий и имен выдающихся личностей Великой Отечественной, в округе организовали 41 площадку. Одна из них в Музее истории российского флага в 16-й гимназии. В прошлом году я принимал участие, результат получился неплохой, а в этом году я уверен, что будет ого-го, гораздо лучше, я подготовился. 25 заданий, 15 из них с выбором верного варианта и 10 с кратким ответом. Знания истории Великой Отечественной войны проверили школьники, молодогвардейцы, представители Люберецкой администрации, сотрудники Росгвардии, депутаты. Вопросы очень трудные, но в любом случае я уверен в своих силах. Ответ мы узнаем совсем скоро, он придет нам на почту. Надеюсь, что все мои коллеги, которые писали, также получили достаточно большой массив информации. Если что-то кто-то не знал, то он может после диктанта прийти домой, открыть книги, почитать нашу великую героическую историю. К международной исторической акции в этом году присоединились 60 стран. В Люберцах диктант победы написали более 2000 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.